10 апреля в военной части 3041 многолюдно. Здесь проходили военно-полевые сборы ученики 11 классов. 10 апреля в военной части 3041 многолюдно. Здесь проходили военно-полевые сборы для учеников 11 классов 4 общественных школ города Славутича и Лицея. На сборах організовано 5 учебових місць. Вогневая подготовка, тактичная медицина, стройная подготовка, физическая подготовка и ЗАЗМЗ – защиту от оружия и масового знищения. До занятий залучені командири підрозділів, инструктори з физической подготовки та вогневой подготовки, фельдшер військовой частини. Занятия проводятся с целью військово-патріотичного виховання и популяризації здорового способа життя. Як ваше враження, фізична подготовка? Сколько подтягивається? Я так понимаю, один із основних показателей. Ну, дітки розвинуті, опосередковано, життя накладає свої відбитки, тому дітки більш квартирні. В процесі ми розповідаємо про те, що потрібно виходити на спортивні майданчики. Особисним прикладом показуємо. Можу показати вам особисним прикладом. Попросили Владимира Івановича личним примером показати участникам зборов возможности 42-летнього мужчини із гвардії. Твої впечатлени? Нормально. Нормально? Нормально. Ну, так смотришь? Зависть є? Ну, да. Ну, да. Хочеш так? Ну, да. Ну, треба в армію йти така. А вот в армію ти не хочеш, да? Так. Лічний пример вдохновил. Правда, повторити ніхто не смог. Заняття з фізичній підготовки для військового – це головне, тому що військовий повинен бути фізично розвинутий. Так, бронежилет, автомат, каска і боєкомплект – це приблизно 30 кілограмів. С таким обмундіруванням потрібно стартануть, перебіжати, від укриття к укриттю, ще куди-то. І потрібно бути фізично розвинутий дуже, ну, на високому рейні. Якщо дуже повільно пересуватися по полю бою – це мішень для ворога, да. Якщо ти будеш розвинутий, стартувати дуже дуже, є шанс вижити реально. Тому для військового це головне. Попробували свої сили шкільники і на полосі препятствий. Правда, не в полній об'ємі на 100-метровці, а фрагментарно отдельні елементи ребята прошли. ПОСЛЕ ДЕМОСТРАЦИИ ІНСТРУКТОРОВ, КАК НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ. ДЕМОСТРАЦИИ ІНСТРУКТОРОВ, КАК НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ. ДЕМОСТРАЦИИНСТРУКТОРОВ, КАК НУЖНО ЭТО ДЕЛАТЬ. На лицеисте Никите дополнительное защитное снаряжение сидит достаточно удобно. ВСЁ ОЧЕНЬ ХАРОШО СИДИТ. ВСЁ МОСТРАЦИИНСТРУКТОРОВ, КАК НУЖНО ЭТО СКОЛИ? КОНЕЧНО. САМОЙ ІНТЕРЕСНОЕ ЧТО БЫЛО СЕГОДНЯ? НУ, ЕЩЁ ЖДУ, ПОКА БУДЕМ К ОРУЖИЮ ПОДХОДИТЬ. Ну, по крайней мере, медицина была интересная, современный образец. Ну, и вот сейчас амуниция тоже неплохо. Да, оружие всегда привлекало подростков, а тут еще и боевое. Девчонкам больше всего понравилось сидеть в машине, но любопытство удовлетворили, а служить в армии они не собираются. Вот так увлекательно и интересно провели время военной части 11-классники с лавоческих школ во вторник на этой неделе. Девчонкам больше всего. Девчонкам больше всего. Предоставление административных услуг. Напоминаем, что традиционно звонить с вопросами можно и заранее по телефону 2-36-21 в будние дни с 10 до 17.30 и во время прямого эфира также. Напоминаем, прямой эфир 13 апреля с 19.00. В субботу 14 апреля в Дибилисском ФОКе, ФОКе Грация, будет проходить открытый турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти героев Чернобыля. Начало соревнований в 10.00. Вход свободный. Приглашаем жителей Славутича посетить соревнования и поддержать славутических спортсменов. Славутича на этой неделе проходит финальный этап чемпионата Украины по футзалу среди женских команд первой лиги. В финальную часть попали Дю США имени Бутовского Полтава, Орион Авто город Николаев, Кнуп ИА город Киев, Дю США город Ирпень, Тесла 2 город Харьков и Олимп КДС США город Славутич. Интересно, что с основным составом Теслы из Харькова нашим девчонкам нужно будет встречаться в полуфинале Кубка Украины. Арт-комитет турнира пожелал командам удачи и игр без травм, а почетный мэр Славутич Вудовиченко на торжественном открытии рассказал об истории Славутича и добавил, что может поделиться формулой успеха нашего города. Философия очень простая, которая объединяла в Славутич. Место с приятным для подросткового поколения и дружным родителям. И сегодня те условия, которые в Славутичо есть, не найдешь ни разу, ни разу. Так, сегодня много мест идущих дорожек Славутича. Но это еще долго будет идти. В Славутичо все есть и працюет. И сегодня большая честь принимать такой дневник у нас в Славутичо. И Славутичане сделают это, чтобы он пройшел на высоком уровне, чтобы вам было очень комфортно. Кто победит, ну, тот победит, кто немного сильнейший, у кого больше удачи. И с кем Господь Бог, как вы сейчас, в дни великих пасхарных свят. Но самое главное не в том. Самое главное, что вы точно принимаете участие и дивитесь в майбутнє. Надейно, и дивитесь в майбутнє. Я хотела бы сегодня показать в Украине мир, слагоди, объединение с усилиями. А вам верить надейно в майбутнє. Хай вам счастлив. В первом матче турнира славучанки разгромили команду из Николаево со счетом 15-3. А вот во второй встрече с Дюсеша и Зарпеня в день открытия турнира все пошло не так гладко, как планировалось. Да, матч начался с наших осторожных атак. Но были и резкие контратаки. В одной из них в первом тайме мы и пропустили. Хорошую контратаку и счет стал 0-1. Наши девчонки атаковали практически постоянно. Но то удар шел мимо, то пас отдавали не так, то выручал вратарь. А команда противника к середине тайма подсела. Чуть более взрослые игроки, да еще немножко с лишним весом. Вот тут и прибавить бы в скорости. И в конце концов нам это удается. И мы забиваем ответный мяч. 1-1. К тому же по непонятным для нас причинам в запасе у Ирпенчан была только одна футболистка. Но наши атаки не доходили до верного. А расчетливый и хитрый удар игрока Ирпеня со штрафного, к сожалению, зевнул наш вратарь. В конце первого тайма мы проигрываем. 1-2. И во втором тайме после перерыва снова наши атаки. Все-таки наши и техничнее, и быстрее. И славычанки сравнивают счет. Итак, во втором матче турнира ничья. 2-2. Впереди еще несколько игр. Кто станет чемпионом первой реги, определится 12 апреля. А мы расскажем об этом в субботу в новостях Славутича. И в тизере на нашем фейсбуке 12 апреля. 4-3-2-1. 14 апреля в городе Славутич пройдет традиционный 31 международный ликоатлетический полумарафон, посвященный памяти героев Чернобыля. Приглашаются все желающие жители нашего города, все, кто поддерживает здоровый образ жизни. Да, дистанции традиционные 5 километров 10 километров и полумарафон 21 километр. Обязательно условие, что на полумарафон стартуют бегуны не младше 16 лет. И школьникам Славутича рекомендую заручиться согласием родителей. Значит, регистрация, как я сказал, будет 13 апреля в пятницу с 3 дня до 7 вечера. Выдача стартовых номеров также. Тем, кто зарегистрировался онлайн, стартовые номера получать во Дворце детей и молодежи 14 апреля с 8.30 до 10.15. В 10.30 торжественное открытие возле исполкома и в 11 часов старт от перекрестка возле супермаркета «Союз». В разговоре с директором пробега Валерием Сулимовым мы выяснили особенности регистрации на пробег в этом году. И здесь я хотел бы обратить внимание, особенно жителей Славутича, молодежи, школьников, что регистрации в день пробега, то есть 14 апреля, не будет. Поэтому хотелось бы избежать ситуации, когда желающие придут прямо перед стартом во Дворец детей и молодежи и им, к сожалению, не выдадут номера. Поэтому регистрация сейчас открыта онлайн, в интернете, на сайте «Все пробеги». Либо у вас есть еще одна возможность зарегистрироваться непосредственно лично во Дворце детей и молодежи в холле 13 апреля в пятницу с 3 часов дня до 7 вечера. А еще мы поинтересовались, побежит ли сам любитель бега Валерий Сулимов. Я сам уже зарегистрировался на 10 километров, но директорство, конечно, накладывает определенные обязанности и нехватку времени. А с погодой как, Валерий Павлович? Погода обещает быть солнечной, небольшая облачность, температура примерно 10-13 градусов тепла. Погода самая беговая. Ветер обещают восточный, где-то 3-4 метра в секунду. То есть это небольшой ветер, так что будет комфортно. Победители и призеры в разных возрастных категориях награждаются медалями, дипломами и призами. Все участники соревнований получают памятные медали пробега. Оргкомитет желает вам легкого бега и удачного финиша. С 14 по 18 апреля в Славутище будет проходить чемпионат Украины по тяжелой атлетике. 14 апреля день приезда. Соревнования начинаются с 15 апреля в спортивном комплексе «Олимпиаз». Соревнования будут начинаться с 10 часов утра и до вечера. Это будет 4-5 потоков в день. Общее количество участников ожидается примерно 350 человек. Будет чемпионат Украины до 13 лет. И параллельно с ним, как традиционно, турнир памяти игры в Чернобыле. В этом году мы проводим уже 27-й турнир. Поэтому приедут из Белоруссии несколько команды, достаточно многочисленных. Они заинтересовались. В том году их не выпускали. А в этом году я был неделю назад в Гомеле. Две недели назад. И они сказали, что дают добро. Они любят наш турнир, им нравится у нас выступать. Тем более в «Олимпийце». Видите, там уже совсем другой уровень. Там подиум будет. Все как на настоящем соревнованиях, международных соревнованиях. Поэтому и в конце, в самом конце 18-го числа, днем, старшие ребята, старше 18 лет, мы тоже традиционно проводим. Приедут ребята из сборной даже Украины, из Киева. И для старших ребят проверить свои силы. Им тоже нравится у нас выступать. Я приглашаю всех словчан, потому что тяжелая атлетика, она нуждается в рекламе и в более широком развитии. Это прекрасный вид спорта. И хочу, чтобы о нем побольше знали. И приходите, пожалуйста, уважаемые словчане. Приходите, смотрите, присылайте своих детей после школы. Здесь прекрасные трибуны. Есть место всем. И я думаю, я уверен в этом, что вы получите хорошее впечатление. 12 апреля в Московском ФОКе будет проходить всеукраинский турнир по джудоу среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие джудоисты со всех регионов Украины. Словчане, приходите поддержать наших спортсменов. 12 апреля. Московский ФОК. У неделю, 15 квитня, у Славутичі відбудется урочистое освящение храму, зведеного на честь икони Божої Матери неустанна поміч за участью Блаженнішого Патріарха Святослава. Дорогу Христу, 15 квитня, також будем мати гарну нагоду зустрічати у нашему місті Блаженнішого Патріарха Святослава, оця і главу нашої церкви, який приїде до нас на самую північну парафію у саме молоде місто України, де звершить освящення новозбудованого храму, побудованого в честь ікони Божої Матери неустанної помочі. Блаженніші будуть розпочинатися в 11-й годині. Будемо мати гарну урочисту зустріч з дітьми, з молоддю, парафіянами, міською владою. Будемо зустрічати нашого патріарха. Після того будемо звершувати чин освячення храму. Блаженніший очолить архірейську літургію. Після завершення богослужінь в храмі, приблизно о 14-й годині, біля меморіалу жертвами Чорнобиля, будемо мати панахиду за тими, які загинули, усуваючи в нас аварії на ЧАЕС, які постраждали від тої страшної трагедії, яка сталася вже більше 30 років тому. Тому всіх щиро запрошуємо на ту велику урочистість, щоби разом з вами розділити свято, свято освячення нашого храму, бо маємо також гарну нагоду ще отримати благословення блаженнішого патріарха Святослава, який буде в нашому місті. Отож, запрошуємо усіх 15 квітня відвідати урочистісті. Освячення храму, зведеного на честь ікони Божої Матері, неустанна поміч, що у Печерському кварталі. Початок об 11.00. 13 апреля – Всемирний день рок-н-ролла. Праздник единомышленників, для которых рок-н-ролл стал не тільки музикою, а стилем і образом жизни. І якщо у вас буде свободний вечірок і більше нечого буде робити, рекомендуємо посмотреть на нашому каналі в п'ятницю, 13 апреля. Музикальну програму, посвяченню і рок-н-роллу, і рок-музыці, історії, юбилярах. В общем, в пятницу вечером, ориентировочно в 19.45, смотрите музыкальну програму «Вип Кодисону-2», посвяченнюю Всемирному дню рок-н-ролла. Вечно молодые і не всегда п'яні, те, хто живет рок-н-роллом, просто не знают, що таке старость. І не тільки тому, що уходить рано. Даже в пожилом возрасте рок-звезди отыгрують концерт, як і 50 рок-н-ролла. ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА АСДІ, Роллинг Стоунс і другої. Так довго на вершинах хит-парадів не засиживався ніхто. Живой легенде Мику Джагеру уже давно за 70, а он, як ні в чому не бывало, продолжает выступать на сцене і сниматься в клипах. ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА Не умеєш играть рок-н-ролл, танцуй. Эффект что от музыки, что от танца один и тот же. Публика обязательно будет в восторге. Те, хто в рок-н-ролле, те всегда в согласии с собой. Комплексы в таком зажигательном танце неуместны. Есть рок-н-ролл как понятие собирательное. Рок-н-ролл – наш стиль жизни. И под это понятие подходит все, где есть какая-то движуха очень мощная, совсем не связанная с Элвисом Пресли, или Биллом Хейли, например. Наши новости после выхода на телевидении смотрите на ютуб-канале «Славутич-Подчеркивание Лайф» или в фейсбуке «Медиадом Славутич». «Блин» и «Блин» Субтитры подогнал «Симон»